Полицейский урожай. 62 нетрезвых водителя за месяц. В связи с повышением уровня дорожно-транспортных происшествий с 12 августа по 12 сентября по всей Украине проводился месяч небезопасности дорожного движения. 24 часа в сутки полицейские следили за порядком на дорогах. На Луганщине были задействованы все экипажи патрульной полиции и сотрудники роты ДПС. Всего было составлено 513 админпротоколов и постановлений по разным правонарушениям дорожного движения. Тему продолжит Владислав Кровец. С начала года, по данным полиции, в Украине количество ДТП достигло 85 тысяч, что на 19% больше прошлогоднего показателя. На дорогах погибло почти 2000 человек и более 19 тысяч получили травмы. Почти треть аварий происходит из-за превышения скорости, еще 15% из-за вождения в нетрезвом состоянии. С целью снизить уровень аварийности в стране с 12 августа по 12 сентября проводился месячник безопасности. На Луганщине были задействованы все экипажи патрульной полиции и сотрудники роты ДПС. По словам пресс-службы патрульной полиции Северодонецка, Лисичанская и Рубежного, инспекторами проводились уроки безопасности в учебных заведениях, распространялась информация в сети интернет и проводились профилактические беседы с водителями. Сповсюджувалась среди населення информация про необходимость доцельного дотримания правил безопасности дорожнего руха. Свою метою на официйной стороне управления патрульной полиции в местах Северодонецка, Лисичанская и Рубежного были висвятлены материалы, которые носят информационно-профилактический характер. По окончанию месячника безопасности сотрудники патрульной полиции подводят итоги. В течение месячника были особенные случаи, о которых рассказывают полицейские. Был раскрыт ряд резонансных преступлений, связанных с совершением ДТП и уходом с места происшествия. Также были резонансные задержания 2-й роты управления патрульной полиции. Во время дневного дежурства был обнаружен автомобиль 21099 ВАЗ, который был в период 2014-2015 года, скажем так, грубым способом отобран у граждан города Лисичанска и находился на территории неподконтрольной украинской власти. Автомобиль после проведения следственно-оперативных действий был возвращен владельцу, а патрульные продолжают свою работу, выявляя угнанные автомобили и препятствуя правонарушениям. Владислав Кровец, Николай Резниченко, Александр Буряк, Лео Трофимов, Пудии.